У меня с моим микрофоном. Дорогие друзья, поприветствуем еще раз Сергея Буданов. Замечательно, спасибо. Он первым сегодня представляет здесь у нас клуб авторской песни городского округа Королев Ломбард. Лидером клуба является Денис Саушкин. Он будет сегодня. Денис Саушкин. Нет, он не реагирует на то, что он возглавляет, что он лидер клуба. Денис, я прошу прощения, я представила вас сегодня как лидера клуба. Нет, если можно попозже. Как начальник, я пыталась его сегодня представить, он не хочет. Я выйду, поклоняюсь. Денис, пожалуйста, не уходите. Мне бы очень хотелось от всего нашего музейного объединения выразить огромную благодарность клубу авторской песни Ломбард за помощь в организации этого фестиваля. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, поприветствуем. Замечательный клуб авторской песни Ломбард. Спасибо. Мы продолжаем наш фестиваль. И сейчас я попрошу к микрофону Татьяну Гордиенко. Поприветствуем ее, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы говорим и чествуем замечательную женщину поэту Марину Цветаеву. Я хочу начать чтение сегодня именно с ее стихотворения, которое, мне кажется, было ее жизненным кредом. Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь, быть светской пустынницей стройного роста, премудрой, как всякая божия тварь. Знать дух мой сподвижник и дух мой вожатый, входить без доклада, как луч и как взгляд, жить так, как пишу, образцово и сжато, как Бог повелел и друзья не велят. Стихи, которые написаны были мной и посвящены Марине Цветаевой, я очень много читала в прошлый раз, а сегодня Стас спел песню «На мои слова», поэтому я немножечко почитаю своего. Погода как данность называется стихотворение. Погода как данность, гроза за грозой, горячие полдни, лишь редкое чудо, а лето косится коварной герзой и кличет дожди, неизвестно откуда. И если бы просто, на краткий постой, а то ведь практически на постоянно, пробористый ветер, хромой и босой, все рушит отчаянно и окаянно. На этом разгульном, недобром перу, при неком согласии черта и Бога, похоже, ведут ключевую игру и судят достаточно жестко и строго. И падает с неба немилость и грош, и сыплет июль череду междометий, а вместо тепла изощренная ложь срывается с уст огрубевших столетий. В чем наша провинность, в чем каверзный грех, за что нас карает бездушное время, за то, что враждебное вздорное семя лелеем с надеждой на легкий успех. Конечно же, верю, что будет просвет, и землю минует строка приговора, и мы, избежавшие участи вора, еще насладимся всей прелестью лет. Ну, еще вот такое. Так как мы сегодня провожаем июль и встречаем завтра август, наступит август. Наступит август, выиграв борьбу, и вспомнив свое вечное призвание, беспечный ангел будет дуть в трубу и возвещать природы увядания. У всех, похоже, дел не в проворот, а строчек недописанных, тем паче, мы молча встретим август у ворот, и об июле даже не заплачем, а он уйдет понурый и босой, весь вымокший, практически до нитки, и, может, даже выпадет росой у чьей-то не захлопнутой калитки. Но мы, по горло сытые дождем, так жаждущие солнечного света, его не вспомним, мы его не ждем. Теперь уже до будущего лета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И крайнее стихотворение, которое, пожалуй, многое говорит о поэтах, которые пишут душой и сердцем. Как нелегко рождается строка. Вот я была. Из боли и потаенной дрожи, чтобы в веках остаться на века и сделать их и преданней, и строже. Пусть знают те, кто нежится в тиши, любая песнь, рожденная поэтом, есть продолжение раненой души и отражение страждущего света. Браво! Спасибо! Татьяна Гордиенко!